Всем привет! Меня зовут Виталий Яковлев, со мной рядом сидит Вадим Шлахтер. Привет, Вадим! Привет, Виталий! Здравствуйте, дорогие друзья! Вадим тренер по успеху и личностному росту. И кто-то из вас с ним знаком, кто-то нет. Давайте мы поинтересуемся, чем ты, Вадим, занимаешься, какая твоя основная деятельность? Основная моя деятельность – это скандинавская ходьба. То есть это вот та деятельность, которая мне на данный момент дает больше всего в плане физического самосовершенствования скандинавская ходьба с палочками с утяжителями на руках. Это так, что-то емое. На самом деле я бы себя определил как тренера личной силы. Здесь и личная эффективность, и успех в том числе, и психологическая устойчивость, и психологическая защита, и технологии воздействия. И все-все-все вместе. Я бы определил это как комплексный личностный подход. Интересное направление. А вот к тебе приходят, насколько я понимаю, люди с разными абсолютно задачами. Какие задачи приходится решать основные тех людей, которые к тебе приходят? И с чем приходят в большинстве случаев, так скажем? В основном это тема уверенности. Многие приходят ко мне, поучившись у какого-нибудь там замечательного предпринимателя, который провел у них занятие. Как я заработал за три дня горсть денег, и теперь можете как у меня поучиться и так же зарабатывать горсть денег каждые три дня. Вот он проучился, он за месяц не то что горсть денег, он щепотку денег не заработал. Почему? Я всегда объясняю, потому что у этого предпринимателя была уверенность, а у него уверенности не было. Значит, прежде всего нужно выработать уверенность. И многие люди приходят с разными проблемами. Но за всеми их проблемами стоит один огромный силуэт. Это заниженная самооценка, неуверенность в себе и неспособность психологически защищаться от стрессов, от воздействий, от негативных ситуаций. А вот ты говоришь про уверенность в себе. Уверенность в себе и вера в себя, в свои силы, это разные вещи? Это близкие понятия. Вера это нечто более глубокое. Я понятие вера, подразумеваю веру во что-то высшее, в идеалы, в создателя, в высшие силы, в высшую справедливость, в судьбу, в карму, во что-то еще. Вера это вера. Вера в себя, да, это, как бы сказать, оборотная сторона уверенности. То есть, вот есть уверенность, да, уверенность это ножик. А есть вера в себя, это бритвенное лезвие. Вот, вот так я бы, пожалуй, это интерпретировал. Вера в себя, уверенность в себе, к ней ведут разные пути. Один из этих путей – путь испытания. Человек, отслуживший в армии, скажем, в хороших войсках, получает определенную уверенность. Он прошел через определенные испытания. Человек, прошедший тренинг спарта, видишь, у меня значок, тоже получает определенного рода уверенность. Он прошел через испытания, он получил уверенность. Но к уверенности ведет много путей. И путь испытания отличается тем, что через какое-то время вот это эмоциональное впечатление, оно затирается обыденной жизнью. И к уверенности лучше всего идти через понимание, через понимание своего применения. Я всегда говорю, если акулу судить по умению лазить на дерево, то акула будет всегда чувствовать свою неуверенность. Ищите правильное применение. Так, дорогие друзья, смотри, есть такое понятие, довольно размытое в наше время, но тем не менее оно есть. Успех. Что успех конкретно для тебя и как ты считаешь, добился ли ты этого успеха на данный момент? Успех для меня категория плавающая. Успеха я считаю, что я добился уже в тот момент, когда я родился в этот мир, живой, здоровый, со всеми пальцами на руках, с нормально функционирующим организмом, с нормально функционирующим мозгом. Уже это первый успех. На самом деле успех еще когда из миллионов сперматозоидов один добежал до яйцеклетки. Это уже был успех. То есть это уже был мой успех. Все остальные успехи производны от этого. Можно говорить многое. Там 13 написанных книг и изданных, да, участия в политической жизни, вот, тренинги, проводимые в течение 21 года. Ни один такой долгожительный тренер, как я, в Российской Федерации больше не существует. 21 год я веду тренинги. Никто из тех, кто начинал вести тренинги вместе со мной, в тренинговом бизнесе не остались. То есть я единственный. Можно ли считать это успехом? Ну, на мой взгляд, да. А самый главный мой успех – это команда, которая вокруг меня. Это люди, с которыми меня свела судьба. Это люди, с которыми я общаюсь. Это люди, которые мне близки по духу. Шесть лет назад на мой тренинг «Экстрим», если не ошибаюсь, это был «Экстрим», пришел 19-летний парень Антон Рудан-Бритва. Это был огромный успех, потому что через шесть лет я рядовым участником пришел на его тренинг «Спарта». И прошел его полностью от начала до конца. И поэтому включаю Антона в число моих учителей. Священный межмейкер Вена Степкина, та, которая сформировала мой новый имидж. Вот 23 года девочки, да, я ее тоже считаю одной из своих учителей. Мой успех – это люди, с которыми я столкнулся. Это тибетский лама, с которым мне довелось пообщаться некоторое время. Это суфийский шейх, с которым мне тоже довелось общаться. Я считаю себя его учеником по многому. Это шаман в Восточной Сибири, с которым мне тоже довелось общаться. Я тоже считаю его своим во многом наставником. Это замечательные люди, которые вокруг меня сейчас находятся. Это и Дмитрий Лешников, и Роман Аргашуков. Вот мой успех. Это люди, которые вокруг меня. Замечательные люди. Мои друзья, мои товарищи, мои коллеги. Да, люди – это вообще самое ценное, учитывая то, когда окружение настолько обширное, настолько интересное и разнообразное. Это на самом деле много, многого стоит. Согласен. Вопрос еще есть такой. Каждый из нас на пути своего развития сталкивается с какими-то барьерами, препятствиями, ошибками и так далее. Можешь назвать какие-то, может быть, три ошибочки, благодаря которым ты многому чему-то научился? То есть ты сделал для себя какие-то важные выводы в жизни? Да, таких ошибок было довольно много. Первая такая ошибка была – это перекос, тенденция к перекосам. То есть меня все время заносила крайность. Сейчас я выбрал для себя средненный путь и стараюсь по нему идти. То, что меня заносило крайность. Чем бы я сейчас ни увлекся, у меня будет первая мысль всегда. Это контекст. Я оказываюсь в контексте. Все мои ошибки были тогда, когда меня куда-то сносило. Я очень увлекающийся человек, очень увлекающийся. Под влиянием своих увлечений я делал самые удивительные вещи. Но и все свои ошибки я совершал именно так. Именно под влиянием увлечений. Увлекаешься именно процессом, правильно, да? Ну, не обязательно даже. Нельзя сказать процессом. Увлекаюсь каким-то учением, теорией, вот чем-то таким, как каким-то построением. И все, и для меня вот в рамке. И я просто вот парю в этом. Я могу в этом движении создать какое-то новое слово. Могу что-то новое сделать. Но всегда вот именно зацикленность на вот этих рамках. Например, одной из своих ошибок, я считаю, то, что я долгое время игнорировал многие вещи, связанные с обучением ведению бизнеса. Ведь на самом деле, 21 год в тренинговом бизнесе, у меня есть чему научить людей. И работа в одном из крупных холдингов по слиянию и воплощению компаний. Это тоже есть что рассказать и о переговорах, и научить есть чему. Но я как-то уклонялся от этой темы, считаю ее для себя малоинтересной. Я понимаю, что это не совсем правильно. Это тоже ошибка. Ошибок на самом деле было очень-очень много. Но, к счастью, ни одна из моих ошибок не привела меня к фатальным последствиям. Хотя могли бы, могли бы. Ошибки, это в целом хорошо, да, если к этому хорошо относиться, то ошибки, они развивают личность, развивают людей. Да, и все. И развивают намного быстрее, если человек ничего не делает и не допускает этих ошибок. В принципе, смотри, вот представь такую ситуацию, что у тебя сейчас остался только личный опыт, да, вот 21 год работы тренером, ну, вот в этой сфере всей. И, помимо опыта, еще есть небольшая какая-то сумма денег, ну, допустим, там, 5000 рублей, да. Вот как бы ты действовал и какие бы шаги предпринимал, чтобы как-то улучшить свою ситуацию и добиться каких-то хороших результатов. При условии, что все мои связи и контакты оборвались. Да. Я даю такое упражнение на тренинг нельзя. Многим людям. Вот это интересно посмотреть, да, как бы человек, который уже чего-то бился, действовал бы в такой ситуации, вдруг, если бы она произошла. Я бы остановился, просто остановился, четко проанализировал, где я сейчас нахожусь, что я имею и как я могу это применить. Минимальные деньги, о которых ты сказал, 5000 рублей, этого достаточно, чтобы протянуть несколько дней. Чтобы можно было несколько дней ничего не делать, не дергаться, не рычать, не двигаться. За эти несколько дней, там, 2-3 дня, может быть, на сколько мне хватило этих денег, я бы постарался бы, не постарался бы, а сделал бы, я бы нашел точки приложения себя. Точки приложения себя. Я бы увидел, изучил бы огромное количество информации и увидел бы, где я могу себя применить в данный момент. И, скорее всего, туда бы включился. Туда бы включился в какое-нибудь партнерство. Скорее всего, в какое-нибудь партнерство. Назначил бы несколько встреч, встретился бы с несколькими людьми, пообщался бы, побеседовал и определился бы, где и как я могу с ними партнер стать. Интересно, интересно. Многие говорят, да, что, ну, отвечая на подобный вопрос, что как раз выручит опыт, то есть, раз опыт есть, то, в принципе, добиться того, чего уже добился, не так уж и сложно. Ну, вот у тебя такой другой подход немножко и интересно и здорово. Что ж, на этом, в принципе, большая часть основных важных вопросов, которые я тебе хотел задать, она закончилась. Надеюсь, что нашим зрителям эти ответы будут полезны. Вот, и очень рад был с тобой пообщаться, очень рад был тебя увидеть. Надеюсь, что мы еще как-нибудь встретимся и пообщаемся. Весь ноту будет более создательным. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok.